Анапским спасателям вручают ведомственные медали МЧС. Виталий Жердяев, Владимир Кныжов и Евгений Попов получили их за реализацию единой государственной политики и обеспечения безопасности, в том числе и на водных объектах. Глава города Юрий Поляков поблагодарил спасателей, а полицейских призвал активнее бороться с торговлей алкогольными суррогатами. Это также часть единой государственной политики, един для всех и федеральный закон рекламе. По поручению Юрия Полякова специалисты вынесли 16 предписаний на демонтаж незаконно установленных баннеров. 11 уже сняли. В трех случаях владельцам конструкции грозит штраф. Продолжить работу в рамках закона Российской Федерации о рекламе. Продолжить эту работу и зачищать город от несанкционированной рекламы. Мы должны понимать, что все должно соответствовать законодательству. Не так, чтобы все здание затянул бутербродом, понимаете или нет. И все должны смотреть на это. И на контроль взять вопросы, сняли рекламу, чтобы они там навели порядок. Как за рекламой, что там, побелили фасад или что сделали. То есть фотографии, снимки, чтобы мы знали, где надо и что наводить, какой порядок. Также глава курорта напомнил, что позиция по стройкам, которые ведутся с нарушениями, остается неизменной. На пересечении улиц Красноармейской и Крымской не должно быть торгового комплекса. Там место просторному остановочному павильону и зеленой зоне. То же самое касается и стройки на углу Крымской и Астраханской. Она также незаконна. Там есть решение суда. Там человек снес объект и загородил его. Ему никто не давал никаких разрешений. Никто ничего давать не будет. Все будет только в рамках законодательства. Все это необходимые меры, которые помогут изменить облик города к предстоящему курортному сезону. Юрий Поляков поручил, чтобы к лету в Анапе появились новые малоархитектурные формы. А до конца марта на Пионерском проспекте закончат монтаж новой подсветки. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Сельского хозяйства.